Когда говорят о моде, имеют в виду историю без истории, без прошлого и реального будущего. Мы хотим изменить ваше представление о моде. Сегодня герой нашей программы Ив Сен-Лоран, настоящий гений современности. Я приветствую вас, вы смотрите Телевизионный центр моды. Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. Небосклон моды был бы слишком обыденным, если бы однажды на нем не засияла новая звезда по имени Ив Сен-Лоран. Его творением стал целый мир, которым правит ее величество любовь и его величество совершенство. Я не просто кутерье, я делаю людей счастливыми. Скажет однажды Ив Сен-Лоран и потом добавит, самая красивая одежда для женщины – объятие любимого мужчины. Но я всегда к услугам и готов одевать тех, кому не выпало на долю такого счастья. Сегодня Ив Сен-Лоран уже не занимается модой. И мир повторяет слова Софи Лорен. Самая хорошая косметика для женщины – хорошее замужество. Однако мы еще раз хотим рассказать вам об удивительной судьбе вечно молодого человека, который от Парижа до Нью-Йорка и от Рима до Пекина одевал самых элегантных людей на Земле. О том, кто через славу и почести, через шум и суету идет с молчаливой отчужденностью утонченного Дэнди из произведений Пруста. Ив Мэтью Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в алжирском городе Аране – дружной семье процветающих французских аристократов. Люсьен Мэтью Сен-Лоран любила и баловала сына больше, чем дочерей. Однако Ив жил двойной жизнью. В школе – в вечном кошмаре, гонимый школьниками. Одноклассники издевались над ним, запирая в темной кладовой. Вечером, когда возвращался домой, он обретал свободу и ласку родных. Дома Ив ставил свои спектакли и любил рисовать. Однажды он сказал сестрам – настанет день, когда мое имя высветится огнями на Элисейских полях. В 1954 году после получения аттестата зрелости Ив Сен-Лоран переезжает в Париж, где в течение трех месяцев посещает школу модельеров при синдикате высокой моды. И удостаивается первой премии на конкурсе международного секретариата шерсти за коктейльное платье. В то время как Карл Лагерфельд и Валентина Гаравани завоевывают первые места на этом конкурсе, но в других номинациях. Однако настоящий талант новичка Ив Сен-Лорана распознает шеф журнала «Вог» Мишель Добрюнов. Он покажет рисунки Ива Кристиану Диору, который сразу примет его на работу в качестве ассистента. А после скоропостижной смерти Ив Сен-Лорану суждено будет возглавить дом моды Кристиан Диор. В 1957 году ему было всего лишь 21 год. Ни один модельер за всю свою карьеру не стал причиной стольких слез, как Ив Сен-Лоран, приемник Кристиана Диора. Личность столь же одаренная, сколь и болезненная. Уже самая первая коллекция Ив Сен-Лорана вызвала величайшую эмоциональную оргию в истории моды, отмечала Нью-Йорк Геральт Ребьюн. Это произошло 30 января 1958 года, через три месяца после смерти Диора. Сможет ли этот юноша сохранить блеск и славу самого знаменитого салона высокой моды и тем самым спасти французскую экономику? Он справился с этой задачей. Более того, он вызвал еще большую бурю восторгов, чем Диор. Конечно, дело здесь было не только в том, что силуэты Сен-Лорана сохранили в себе роскошь и рафинированную технику кроя, присущие покойному маэстро. Успеху, несомненно, способствовал и образ самого молодого модельера. Он был таким высоким, худеньким, таким беспомощно застенчивым. Ив Сен-Лоран стал самым молодым кутюрье современности. В 17 лет он приедет в Париж, а в 21 ему суждено будет возглавить знаменитый дом моды Кристиана Диора. Однако в 25 вместе с Пьером Биржеев Сен-Лоран создаст свой дом моды. Четыре десятка лет проведет кутюрье в стенах особняка на авеню Марсо в Париже, где два года назад обосновался фонд Ив Сен-Лорана. А сегодня побываем мы с вами. Дом Ив Сен-Лорана на авеню Марсо в Париже уникален. Ведь именно здесь создавались многие произведения мастера. Четыре коллекции в год. Две протопорте и две от кутюры рождались в мастерских ателье Кутюрье. Сегодня первый этаж площадью 200 квадратных метров, где раньше располагались салон для демонстрации моделей и примерочные кабины для манекенщиц, отдан под выставочный зал. В подвале и на верхних этажах разместили уникальный архив. На белых металлических стеллажах в черных кожаных футлярах при постоянной температуре 18 градусов хранятся сортированные по сезонам и годам эскизы и рисунки, сделанные Ив Сен-Лораном с начала его карьеры по 2002 год. Листы обработаны специальным составом, гарантирующим их сохранность в течение 200 лет. Мир моды получил прекрасный подарок – дом-музей, основанный фондом Ив Сен-Лорана и Пьера Берже. Мы находимся в доме от кутюр Ив Сен-Лоран, который стал салоном, и здесь все напоминает о мастере. Мы решили развесить подлинные эскизы Ив Сен-Лорана, которые он сделал для театра, оперы, балета, цирка. Среди них мы можем найти эскизы для русской коллекции 1976 года и китайской коллекции 1977 года. У нас есть подлинные эскизы для балета Роланда Петти, Нотр-Дам для Пари 1965 года, подлинные эскизы для свадьбы Фигаро 1964 года, ревью в парижском казино «Цирк» 1972 года. Русскую коллекцию Ив Сен-Лоран особенно любит. Он даже построил себе дачу в одном из своих садов Нормандии в русском стиле. Помимо особняка на авеню Марсо в самом центре Парижа у Ив Сен-Лорана и Пьера Берже есть старинный дом в Давиле, шато Габриэль в Нормандии, дома в Маракеши и в Танжере, а у Берже и дом в Провансе. Кстати, и у Ив Сен-Лорана, и у Пьера Берже есть еще по квартире с садом в Париже. Не лишним будет заметить, что немало лет Пьер Берже возглавлял парижские театры, опера «Бастилия» и опера «Гарния». Любовь к театру и балету станут для Ива и Пьера общей страсти. Моя мама была музыкантом. Наверное, поэтому и я стал интересоваться музыкой и оперой. А доверить мне управление театрами была идея президента Франции Франсуа Миттерана, которую я с радостью принял. Это было очень интересно, немного трудно, но не настолько, как все думают. Однако навсегда самой неотъемлемой частью жизни Пьера Берже будет Ив Сен-Лоран. Надежный друг и деловой партнер Пьер Берже появится в жизни Ива через несколько дней после его первого триумфа в доме Диор и на всю оставшуюся жизнь. Вместе им предстоит пройти немало испытаний. 1 сентября 1960 года Ив Сен-Лорана призывают во французскую армию, так как в Алжире идет война. Завершенно не приспособленный к военной службе, через три недели он попадает в госпиталь с нервным срывом. Но по приказу министра обороны, не без старания Берже, через два месяца Сен-Лоран будет комиссован и переведен в психиатрическую больницу, выйдя из которой Ив становится безработным. Потому что текстильный магнат, хозяин дома Диор Марсель Бусак, не разделяет восторга в публике насчет Ив Сен-Лорана и тогда Пьер Берже начинает борьбу за друга. Для начала они возбудят против дома Диор иск о неправомочном разрыве контракта. Дело будет решено в пользу Сен-Лорана. И полученные 680 тысяч франков неустойки пойдут на создание собственного дома моды. Первая коллекция была показана 29 января 1962 года. И ее успех заставил всех критиков выискивать в своем лексиконе слова восхищения. Ив Сен-Лоран вернулся. Радостно возвещали миру заголовки крупнейших газет, приветствовавшие 25-летнего юношу, которого к тому времени уже многие считали классиком. С тех пор Ив страдал от нелегкой чести быть по мирам толпы, каким до него становились только спортсмены, кинозвезды и рок-певцы. Сам он однажды назвал внезапную славу западнюю своей жизни. Жизнь в Сен-Лорано при жизни стала легенда. И если Кристиана Диора и Коко Шанель легендарный главный редактор американского журнала Vogue Диана Вриланд назовет титанами, то и в Сен-Лорано гением. Он составит основу женского гардероба второй половины 20 века. Создатель линии готовой одежды, женского брючного костюма, куртки сафари и смокинга, и в Сен-Лоран почти полвека будет служить красоте. Впервые команда телевизионного центра моды оказалась в Париже в 1997 году, когда дом Ив Сен-Лорано отмечал 35-летие с момента основания. Тогда мы попали в мировой модный бомонд и смогли вместе с вами созерцать кумиров миллионов. Ив Сен-Лоран, Катрин Денёв, Мадам Ширак, Соня Рикель, Жан-Поль Готье, Пьер Берже и муза Ив Сен-Лорано, Батти Катру. Но самое главное мы увидели не только живого классика моды, но и его новые коллекции от Кутюр. Смотрите сегодня на коллекции Ив Сен-Лорано через призму прошлого, с отголоском тех времен, когда он начал работать в доме Кристиана Диора. 15 лет потребуется Берже и Сен-Лорано, чтобы на счете фирмы появились первые прибыли. Впрочем, как везде, не от высокой моды, а от парфюмерии. В 80-е годы в дело вступает косметический трест Санафи, вириал государственного нефтехнического гиганта Элев. И судьба Ив Сен-Лорано решается между двумя друзьями Франсуа Миттерана, Вьером Берже и Лойком де Флок Прижано. Санафи покупает дом Ив Сен-Лорано за 3,5 миллиарда франков, иначе говоря, в 30-кратном размере оплачивая гипотетические прибыли. Сегодня ни один значимый дом моды не может существовать без крупной финансовой поддержки. Месье Франсуа Пино поддерживает финансово Ив Сен-Лорано. У Ива карьера, безусловно, фантастическая. Он создает свои коллекции ради удовольствия, и совсем не по необходимости. Ив – это кутюрье, который ознаменовал собой целую эпоху. Ив Сен-Лорано – последний хранитель элегантности, и на этом точка в конце предложения. Однако давлению унаследованная Диора традиции каждый сезон создавать нечто совершенно новое стало еще одной ношей на плечах Ив Сен-Лорано, который был убежден, что век высокой моды заканчивается. С 1966 года он начинает производить коллекции протопорте. А это означает, что он должен создавать уже не две, а целых четыре коллекции в год, что ставило его на грань полного истощения. Кроме того, он испытывал страх перед реакцией публики, которая очень по-разному принимала придуманные им стили, которые менялись с головокружительной быстротой. И каждый раз Ив Сен-Лорано вновь и вновь пытался раздвинуть границы моды или вообще перешагнуть их. Я обожаю все, что делает Ив Сен-Лорано. По-другому быть не может. Меня вдохновляет его творчество. Я становлюсь мечтателем. Мы все получили отличный урок стиля и тонкого понимания женской сути. Однако ошибочно думать, что все гладко и сладко от дефиле высокой моды до презентации новых духов. С годами купятся не только деньги, но и отчуждение. Близость развязки витает в воздухе в 1999 году, когда санафии и духи Ив Сен-Лоран выставлены на продажу. В свадке Кортье, Унильвера, Шесейда и Пино Принта наряду побеждает бретонец Франсуа Пино, приобретающий санафи за 1 миллиард 120 миллионов евро. Закрытие фирмы Ив Сен-Лоран обойдется Пино в 23 миллиона евро. Дом моды Ив Сен-Лоран – моя самая большая любовь. Это отдельная история любви. Я в доме Ив Сен-Лоран 40 лет. За это время все мои эмоции отошли на второй план. После окончания дефиле я всегда испытываю одно ощущение. Закончилось еще одно дефиле. Раньше, конечно, я был более восприимчивым человеком. Сейчас все по-другому. Я не волнуюсь. Я знаю, что Ив Сен-Лоран все равно выиграет. Я это знаю, вы это знаете. Ив Сен-Лоран 40 лет находится на вершине. Ну аля. Для меня самым ужасным днем моей жизни может стать тот день, когда произойдет непоправимое. Тогда появится повод сожалеть о чем-то. Пока все идет, как идет. В 2002 году Ив Сен-Лоран объявил о том, что навсегда покидает мир моды. Новость стала сенсацией, потрясением, очередным вызовом обществу, которое привыкло восторгаться гениями после их смерти. У Ив Сен-Лорана все по-другому. Он – живая легенда. Ив Сен-Лорана называют последним романтиком современности. Может быть, поэтому 22 января 2002 года со всего света, со слезами и вздохами верные ценители и поклонники творчества Ив Сен-Лорана собрались в Париже. На прощальное галашо у маэстро в центре Жоржа Помпиду. На площади яблоку негде было упасть. А гости все приезжали и приезжали, чтобы выразить свое уважение и поклонение настоящему творцу. Вивьен Вествуд и Андре Кранталер, Палома Пикассо и Надя Ауэрми. Бэдди Катру, Катрин Денёв и Летиция Каста будут публично признаваться в любви великому мастеру. Ив Сен-Лоран – национальное достояние. Жаль, что сегодня вечером он в последний раз покажет свою ретроспективу. 22 января 2002 года в Париже прощался с высокой модой и в Сен-Лоран. Один из самых выдающихся ее творцов. В прощальном вечере приняли участие 117 самых лучших манекенщиц мира. Сам показ по обилию звезд, прибывших на дефиле, мог состязаться только с церемонией награждения Оскара. Демонстрировались модели, которые мастер изготовил в разные годы своего творчества. Что для вас означает имя Ив Сен-Лорана? В 60-е годы свет новой волны, новый образ и тому подобные вещи. А еще это имя говорит мне о сегодняшнем вечере. Ив Сен-Лорана всегда окрыляла любовь к телу, пластике, жестам и жизни женщины. И женщины платили ему своей признательностью и любовью. Ив Сен-Лоран доставил нам много радости. Он создал необыкновенные вещи. И сегодня мы с ним не прощаемся. Мы будем лелеять те необыкновенные мгновения, которые он нам подарил. Что для вас значит Ив Сен-Лоран? Во-первых, это мой друг. А потом дизайнер, художник. Это человек, который заставил меня мечтать. Иногда приходилось и плакать. С ним у меня связано очень много хороших моментов в жизни. Ив Сен-Лоран – великий человек в мире моби. Действительно жалко, что он уходит. Он по-настоящему любит женщин. И создает одежду, которую хранят всю жизнь. За такую красоту денег не жалко. Я работал для дома и в Сен-Лоран. Сегодня волнующий вечер. Потому что уходит и в Сен-Лоран. Это очень важный момент для мира моды и для общества в целом. Вам грустно сегодня или радостно? Мне грустно. Я много работала с Ив Сен-Лораном. Ив Сен-Лоран неустанно искал красоту и находил ее в той еще юной Катрин Денев. На сафари в Кении, на песчаных пляжах Марокко, дождливых пейзажах Лондона и сиреневом воздухе осеннего Парижа. Он вдохновлялся произведениями Гои и Веласкеса, Пикассо и Матисса. Буйство красок художников дягилевских сезонов взволновало его настолько, что в 1976 году он откроет в своей коллекции целое направление в современной моде, получившее название «Русская революция». Платки «Бабушка», которые повяжут все европейские модницы 70-х, так же, как и странная для европейского слуха прозвища «Мужик», придуманная, кстати, Лилией Брик для его первой японской бульдожки. Потом их сменилось несколько, но все они были мужиками. И каждый становился чем-то вроде символа дома Евсен-Лорана. Главные цитадели парижского вкуса, моды и шика. Сейчас, когда смотришь на фотографии самого Евсен-Лорана 60-х, 70-х годов, невозможно себе вообразить, что этот застенчивый очкарик в белом накрахмаленном халате мог кому-то что-то диктовать, приказывать, требовать. Скорее робко нашептывать, безмолвно молить. Даже когда он отрастит длинные волосы, обзаведется бородой и сбросит свой докторский халат, рискув сфотографироваться совершенно голым, все равно ничего не изменится. Взгляд из-под очков будет таким же испуганным, а выражение лица таким же тревожным. Заработавший миллионы, чудом ухитрившийся избежать психушки, познавший зависимость от алкоголя и наркотиков, Евсен-Лоран остался восторженным художником порывов и озарений. Во Франции, где так популярен романтический миф о безумном гении, Евсен-Лорана со всеми его загадками стали только больше любить. Когда подошел к финалу прощальный показ Евсен-Лорана, Кутерье обвел зал долгим взглядом и сказал, «Я вас никогда не забуду». Личные воспоминания человек носит с собой и в себе. У моды своя память и свои пункты хранения этой памяти. В Лондоне это музей Виктории и Альберта. В Нью-Йорке – институт костюма при музее Метрополита. В Японии – музей моды. В 2004 году Евсен-Лоран вместе с Пьером Берже основал свой именной фонд и провел уникальную выставку «Диалог с искусством». Евсен-Лоран при жизни вознесся на Олимп. Как будто он уже покинул мир живых. Еще в 1983 году он первым из дизайнеров при жизни удостоился ретроспективы в Нью-Йоркском музее Метрополитен. 21 год спустя Евсен-Лоран вместе со своим директором и партнером Пьером Берже создает именной фонд для сохранения уже созданных им ценностей, а также для поддержки культурных и образовательных программ. 5000 образцов хранятся в фонде Евсен-Лорана и Пьера Берже, где та же постоянная температура, влажность 50% и спокойное дыхание вечности. Здесь собраны только оригиналы, которые демонстрировались на подиумах. Фон Пьера Берже и Евсен-Лорана был открыт в марте 2004 года. Здесь у нас 45 моделей от кутюр, датируемые периодом от 1965 года до 1988. А также 5 картин из частной коллекции в Сен-Лорана и Пьера Берже. Одна картина Матисса, две Мандриана, одна Энди Уорхола и Пикассо. В первом зале экспозиции у нас представлены модели, посвященные различным темам. Лоду Лалану, 1969 год, Браку, 1970 год, Пикассо, 1979 и 1988 годы, Попарту, 1976 год, Мандриана. Первые платья, навеянные художниками 1965 год и модели, посвященные африканскому искусству. Не следует забывать и о портрете Евсен-Лорана, сделанном Энди Уорхолом в 1979 году. Во втором зале представлены вечерние платья, модели с вышивкой, на которые потребовалось 450-500 часов работы. И пять очень красивых пиджаков с вышивкой посвящения Ван Гогу, Пьеру Бонару и Пикассо, на создание которых потребовалось почти 700 часов работы. 45 костюмов-экспонатов, каждый из которых в свое время был создан Сен-Лораном под впечатлением от того или иного произведения искусства. Я не копировал эти шедевры, объясняя мотивы своих действий с Сен-Лораном. Да и какой дизайнер осмелился бы на такое? Моя задача была скромнее. Я просто хотел завязать отношения между живописью и модной одеждой. Великая страница истории моды перевернута. Дом от кутюр Ив Сен-Лорана закрыт. Но остались вечные творения великого мастера, которые сегодня продолжают рассказывать удивительные легенды о своем творце. Смокинг-форен. Смокинг навсегда. Главная и последняя история Ив Сен-Лорана. Ив Сен-Лоран работал одержимо, как и любой артист. Он одержимо работал над одним и тем же, что-то улучшая, заменяя, видоизменяя. Если вы посмотрите на Смокинг 1966 года, то увидите, что он совершенно современен, актуален. Вы можете заметить, что в своих моделях он повторял одни и те же вещи, как музыкант, как бах, все время повторявший одни и те же гаммы и одни и те же звуки. Ив Сен-Лоран полностью изменил историю своего времени. Мода — это история его времени. Бальзамом стали слова писательницы Эдмонде Шарль-Люру. Шанель раскрепостила женщин. Ив Сен-Лоран — моду. И этого уже достаточно, чтобы войти в историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова